Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. У нас с вами утренняя рубрика по комментариям. Комментарии, конечно же, с моего канала, от моих зрителей. У Юльки там, вы знаете, в последнее время и читать-то нечего. Лизоблюдные комментарии, которые написывают, возможно, такие же огроменные тетки, как и они, ну или землячки. Хотя, вы знаете, судя по тому, как Юлька о земляках своих отзывается, да, что я своим ничего не дам, то есть свои мне ничего не давали, и я им ничего не дам, то я думаю, что свои вообще никак не относятся к ней. Ну и, возможно, там левых аков полным-полно. Из этих левых аков и написываются лизоблюдные слюнявые комменты. Ну что, ребят, поехали. Смотреть на это невозможно. Ну да, ребят, действительно, ну что за видеоролик, если это касается, да, вот этой вот тряски шмотками. Неужели и правда старостенки решили понтануться и показать, сколько у них барахла? И причем добавить, что все это якобы присылали, все это дарили, а что-то сами покупали. Нашли чем хвастаться. Лучше бы своими телесами похвастались, а не этим барахлом никому не нужным. Вы знаете, глядя на все это барахло, да, на эти ящики, на гордины, шторы, я, ребят, подумала, опять же подумала о том, о чем и раньше, если их попрут из Германии. Вы можете представить, какой они стресс испытают обе? Это же все, все равно они за собой не попрут. Понятное дело, что придется тащить, конечно же, все по максимуму, но я даже представить боюсь. Это вот они уже столько хлама себе притащили домой. Ну, в принципе, как притащили домой. Они и покупали же сами тоже всякое ненужное барахло. Ну, и посылки, естественно, им присылали. Кстати, по поводу женщинки, которой Лариска так усердно хотела помочь, что-то мне подсказывает, что это вовсе-то и не помощь. Может быть, решила что-то там кому-то впихнуть и продать. Кто знает, кто знает этих баб. Ну, и дальше у Юльки штанцы застряли в полужопии. Я не знаю, там, похоже, у нее все застревает. Там, если застрянет, то не вытащить, наверное, даже щипцами. Дальше красный ужас. Ну, да, ребят, по мне так там все ужас. Что на нее не напяль? Будет все ужас. Она себя довела до такого состояния, что любоваться этой женщиной просто невозможно. Да еще, знаете, не так внешне, да, как говорят, ой, зачем вы затрагиваете внешность. Но они сами себя доводят до такой внешности. Кто в этом виноват? Неужели это красота? Ну, скажите, неужели это красота? Конечно же, не красота. Я, когда и на себя смотрю, понимаю, что далека от идеала. И я даже не могу сказать на себя, что я худая, когда такого нет. Я люблю правду, а не люблю ложь. То же самое и здесь. Ну, какая это красота? Это ужас, ужас в ночи. Я вспоминаю, как она еще стояла тогда в темноте, помните, на остановке. Там как глянешь, так и вздрогнешь. Заикой можно встать. И дальше юморной комментарий. Лариса сказала, хорошая кофта и в твоем стиле. А что, у танков тоже стили бывают? Вы знаете, из всей этой одежды, которую она там показывала и что-то на себя прикладывала, что-то примеряла, что уже не сходится. Я ничего достойного не увидела. Абсолютно ничего. Да еще все мятое, все какое-то пожеванное. Неужели нельзя все аккуратно складывать? Неужели места совсем уже в шкафу у них нет, чтобы повесить на вешалку какие-то вещи более нарядные, более красивые? Но нет, у них, как у свиней, все это помято, все это завалено. Ужас какой-то. Ну и дальше. Что-то давненько Юле никто не завидовал, поэтому тряпки перетрусила на камеру. Теперь будет ждать, когда зависть в комментариях появится. Ой, ребят, какая зависть. Куча ненужного барахла, которое она сама не носит. Да, она же сама не носит. Валяется и валяется от жадности, от жадности, что мало, а может похудею. А получается, что только пухнет. Пухнет со всех сторон, но никому не дам, пусть лежит. А вдруг, а вдруг, а может. Ну и дальше. Лариска, слаживай, Юлька. Да, похудаю. Да, и сложат, и похудают. Они только толстеют, а не худеют. Ну и дальше. Вся радость этих двух беженок сходить в подвал, перенюхать припасы в холодильнике или, открыв шкаф, перебрать вещи. Посоветовать, что маловаты стали, еще бы не маловаты стали. Ведь едят, как умалишенные, пихая в рот все, что на столе стоит в огромных салатниках. Да, когда они жрут, это что-то. В этот раз, когда жрали, как Лариска сказала, что она обожралась. Это, прикиньте, женщина, которая на инсулине, которую еще только недавно, да, таскали молодые пацаны эту тушу. Она кричит, что она нажралась и обожралась. Ужас, позорище, дно позорное. И главное, она стебет Юльку, что та платье померила. Ой, прям вся вспотела. А ты сама-то чем отличаешься от нее? Благо сидишь, ее снимаешь. Сама два шага сделаешь и задыхаешься. И еще кто бы говорил, понимаю, снимала бы худышка, да, 50-килограммовая. А эта сидит еще больше, чем ее сестрица, и еще подстебывает, что ой, ты прям вся упарилась там, вспотела, устала, пока мерила платье. Ужас, просто ужас. Ну и дальше. Я Юльке хочу идею подкинуть. Знаю, что она здесь комментарии читает. Их уже скоро попрут из Германии. Так вот, пускай в Индию едут. Они так разобрались, что им тяжело одежду найти. А в Индии просто материалом обматываешься и ходишь. Даже размеров нет. Им удобно будет. Кстати, они же что-то там про Испанию говорили, что на море поедут. Или Италию. Куда они там собрались ехать? Я представляю, слушайте, этих двух бабищ на море. В купальниках, блин! Это будет точно трешняк. Вот бы еще нам посмотреть на весь этот трешняк. Давай, Жулька, отправляйся за границу. Куда там ты собралась? В Испанию, в Италию моря покорять. Да еще же и говорила, что а море там хорошее. Юлька, тебе любое пойдет. Как только ты в море зайдешь, сразу оттуда все выбегут, чтобы не утонуть рядом с тобой. Ну и дальше. На какие выборы они собирались? На родине или в Германии? Здесь у них права этого нет. Это право нужно заработать. И там неизвестно, когда теперь выборы. Вот так между небом и землей ни ума, ни родины. А мы завидуем. Ну, как обычно, по традиции. Дальше. Приданная перебирала Юля. А Лариса подавала реплики. Тряпок столько, что не сносить. Тем более, что она уже повырастала из многих вещей. Штаны эти от Карлсона огромные. Разворачивала ужас ужасный. Но жадность зашкаливает. Все это мне, мне, мне. У нее море тряпок, футболок, штанов. А она ходит дома, снимается в драной тунике, в горох, через которую ее грудь 60-го размера просвечивает. Продолжает свою эпопею с обжорством. И все. Наряды придется девочке отдавать. Работница с нее. Тряпки поперебирала и вспотела. Ну, куда она годна? Только продолжать уничтожать себя едой. Да они уже обе уничтожили себя уже больше просто некуда. Уже как послушаешь эту одышку, то думаешь, вот как? Как можно, скажите, так жить? Это же каждый день испытывать труд ходить. И каждый день испытывать вот этот вот дискомфорт. Дискомфорт элементарный в движении. Я просто в шоке. Они вот представьте, они таскают на себе три мешка картошки. Это представить, что взвалить на себя такую ношу и постоянно таскать я просто даже не представляю. И жить от магазина до стола с хрючевом. Вот жизнь врагу не пожелаешь. Но мы же завидуем. Да, как писали выше по традиции. Ну и дальше. Они какое-то время назад устроили показуху. Будто отправляют две посылки с барского плеча каким-то женщинам. Демонстрация была всего. И печенья, и консервов, и каких-то тряпок. И что-то кто-то поверил. Если бы это было на самом деле, мы бы услышали похвалы от людей и этих коров. Тишина. А насчет этого гардероба, то действительно, лучше бы отправили на Украину, как чехлы для танков. Да, ребят, если бы они отправили кому-то что-то, то хотя бы в комментариях было бы написано. Благодарность, что ли. Ну или какой-то короткий видеоролик им, что ли, отправили с благодарностью. А так, не верю я. Не верю я этим сказочницам. Они такие фантазерки, причем гнилые фантазерки. Фантазируют. Сами, наверное, в это верят, потому что ограничены умом. Но совсем не понимают, что адекватные люди в такую чушь не поверят никогда. И дальше хочется мне ответить на комментарий. Здравствуйте, Оля. Слово «жирдяй» никакого отношения к жиру не имеет. Оно про худого человека. От слова «жирть» – палка. Удачи! Вы знаете, а я и не говорила «жирдяй». Я говорила «жирдяй», «жиртрест». Ну, у нас так говорят на жирных, толстых, огроменных людей. А про «жирть» я даже и не слышала про «жирдяев», что это худые люди. По-моему, это и правда какое-то устарелое слово, как и написали в комментариях. За удачу, спасибо, взаимно. Ну и дальше в конце хотела бы зачитать комментарий, которые касаются Ляли. С Ляли явно проблема по полной. Есть ли еще жива? Что-то плохие подозрения. Бедная кошечка. Вы знаете, у меня просто внутри все переворачивается при мысли о том, что кошки нет, и они ее загубили или с ней что-то плохо. Ну и дальше. «Думаю, им обеим глубоко по барабану. Одной кошкой больше, одной меньше. А где Гоша, между прочим? Его очень давно не видно и не слышно». Да, действительно, Гоши давно не слышно, давно не видно, и что-то они помалкивают. Явно они что-то скрывают, ребят. Но если с животными все в порядке, они покажут, а не покажут, мы будем понимать, что, значит, этих животных у них нет. Правда, я не знаю, как бить тревогу, куда писать, куда обращаться. Я нахожусь в другом государстве, но очень хотела бы. Мне очень жалко животных, которые находятся у этих прожорливых баб, которые заботятся только о своей утробе и издеваются над теми, кого приручили, не показывая их врачам и не занимаясь лечением. Мои дорогие, буду я заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok